партнер видео урока satom.ru это сервис где самостоятельно можно создать полноценный интернет магазин за 15 минут здравствуйте дорогие друзья в эфире михаил шакин автор блога shakin.ru и сегодня я хочу рассказать о тех расширениях google chrome которые я использую в своей работе по продвижению сайтов и не только начнем слева направо и первое расширение о котором я хочу рассказать это rds bar она есть для mozilla firefox и оперы и позволяет с помощью одного клика узнать основные seo параметры любого сайта в частности проиндексированные страницы если есть какие-то проблемы с индексацией то вы их сразу увидите затем тиц пиар ссылки на сайт общую картину если есть счетчики допустим live интернет или там google analytics то информацию об этом вы увидите и общую картину тоже увидите наличие в каталогах айпи сайтов на айпи и другие параметры я подробный делал видео обзор расширение rds bar которое вы можете увидеть по адресу на моем блоге ссылки на скачивание всех расширений вы найдете под видео на моем блоге следующее расширение web clipper evernote это одно из моих любимых расширений и она позволяет с помощью одного клика сохраните понравившуюся вам статью или заметку в интернете и затем прочитать ее в облачном сервисе evernote с любых своих устройств смартфонов планшетов и так далее я нажимаю кнопкой и автоматически выделяется видите часть статьи часть страницы можно сделать упрощенную статью можно страницу целиком можно сделать просто закладку а можно сделать снимок экрана и затем это сохранится то есть прямо из браузера работать очень удобно следующее расширение view selection source это очень удобное и маленькое расширение которое позволяет увидеть html код выделенного вами фрагмента страницы конечно можно нажать control u в любом браузере и вы увидите html код страницы либо выделить там допустим на странице какой-то фрагмент и посмотреть просмотр кода элемента но в большинстве случаев мне нужно лишь увидеть допустим только небольшой кусочек и я выделяю его нажимаю данную кнопку и можно увидеть вот различные фрагменты то есть небольшая часть именно то что вам нужно с помощью этого расширения можно увидеть вот как раз нужный html код расширение google сайт search позволяет быстро искать по сайту поиском google а я делал подробное описание данного расширения с примерами на своем личном блоге можете посмотреть его по этой ссылке а сейчас покажу допустим вот мне надо на моем допустим сайте найти что то что я писал про google chrome пишем просто google chrome или любой другой поисковый запрос и нажимаем enter и попадаем на страницу google то есть сайт двоеточие адрес сайта и наш запрос и мы видим результаты можно их отсортировать допустим не по времени а допустим что этом за последний месяц писал и ну то есть поиск очень функциональный становится и большинство сайтов хорошо индексируется google поэтому очень удобно и поиск google он намного более функционален чем поиск встроенный на большинстве других сайтов поэтому я пользуюсь этим расширением очень удобно вы не обращайте внимание на посторонние шумы просто у меня одна собака храпит а другая что-то не может заснуть и ходит беспокоиться отряхивается пьет воду и ко мне лезет чтобы ее погладил поэтому не обращайте внимание если цоканье там когтей по полу услышите и так далее следующее расширение clear ли это очень удобное расширение для комфортного чтения страниц сайтов обычно сайты наполнены рекламой какими-то там боковыми колонками и так далее если хотите очистить всю эту ненужную информацию и спокойно читать только то что вам нужно ставьте это расширение нажимайте на него и вы увидите страницу с хорошим большим шрифтом никакой отвлекающей информации все здесь подробно настраивается есть даже предустановленные темы можно шрифт менять больше настроек делать тут очень хорошие возможности и и также у этого расширения есть возможность сразу сохранять в облачный сервис evernote а также выделять какие-то понравившиеся моменты и распечатывать следующее расширение seo global для поиска гугла это расширение позволяет с помощью одного клика смотреть выдачу google в других странах это необходимо допустим если вы изучаете какую-то тематику или просто хотите посмотреть конкурентов как выглядит топ-10 в какой-либо стране по вашему запросу и я делал пост подробный как смотреть выдачу google в других странах где рассмотрел это расширение и показал работу с ним особенности и настройки так что можете посмотреть его следующее расширение seo quake она у меня обычно деактивирована и я активирую его только тогда когда нужно она имеет очень много функций и допустим при посещении сайта можно выводить вот такой тулбар сверху это страница канала интернет-радио которого я которая постоянно слушаю и вот она выводит такую информацию на тех страницах которые вы посещаете здесь можно посмотреть допустим если на инфа кликнуть то подробная информация о данной странице включая там самые используемые слова двухсловники трехсловники и так далее и с помощью этого расширения можно видеть подробную seo информацию допустим возраст по веб-архиву также количество твитов лайков фейсбуков гугла плюсов информацию хуиз и так далее также можно допустим кликнуть на кнопки диагностика также она доступна с основной кнопки если кликнуть на ней пункт diagnosis то на данной странице можно увидеть вот зелеными галочками отмечена это удовлетворяющие параметры по мнению seo quake а красным это те которые необходимо подкорректировать допустим здесь вот meta description очень длинная 295 символов его необходимо исправить далее идет расширение mosbar от известного сервиса mos англоязычного если по нему кликнуть то можно увидеть тулбар который показывает основной параметр на который я ориентируюсь это авторитетность домена по данным сервиса mos domain authority вот у моего блога она сейчас 48 также можно увидеть page authority то есть авторитетность страницы конкретной она равна одному эти параметры от 1 до 100 100 это максимум если кликнуть допустим вот на иконки анализ страницы то можно увидеть содержание метатегов затем основные значит атрибуты включая айпи скорость загрузки страницы ссылку на сохраненную копию в кэше гугла также данные общие по ссылкам затем данные по разметке и статус http также есть тут настройки можно отметить галочки у меня все по умолчанию стоит очень удобная панель от моза я часто ею пользуюсь но в основном она у меня вот в отключенном состоянии такой я когда нужен только кликаю по ней но чтобы и страницы быстро работали и браузер не загружать лишней информации следующее расширение google chrome которым я пользуюсь это мега индекс бар полезное расширение которое кроме того что выдает основную SEO информацию о сайте позволяет быстро переходить на соответствующие пункты сервиса мега индекс который обладает очень хорошим аналитическим функционалом и допустим вот перейти в пункт аудит любого сайта интересующего вас и посмотреть прямо по вкладкам и по пунктам но такой как бы быстрый аудит вашего сайта какие-то недочеты найти и выявить какие-то проблемы далее у меня установлено расширение алекса от известного сервиса статистики англоязычного который позволяет увидеть общую картину по посещаемости сайта допустим можно увидеть что по данным алексы 556 сайтов ссылаются на мой сайт также увидеть скорость загрузки общий трафик по алексе и трафик в россии а также если кликнуть на кнопку search analytics то мы переходим на сервис алекса видим общую картину по трафику топовые ключевые слова и можно увидеть откуда больше всего посетителей у сайта но и такую общую информацию демографическую получить следующее расширение которым я пользуюсь joxy она предназначена для того чтобы быстро делать скриншоты и легко делиться ими в интернете допустим мне нужно сделать скриншот части страницы моего сайта я выбираю фрагмент выделяю нужную часть затем можно выбрать допустим поставить стрелки можно выбрать текст написать допустим здесь шакен точка ру и затем переместить этот текст в нужную часть и нажимаем галочку и скриншот у нас опубликован в интернете по открытию будет он в полном размере а если скопировать буфер обмена то мы увидим вот ссылку такого плана и ей всегда можно быстро поделиться то есть не тратить время на открытие там фотошопа на заливку допустим на дропбокс скриншотов все очень быстро и легко и последнее расширение которым я хочу рассказать и которым пользуюсь это расширение охре все у тулбар если на него кликнуть то мы увидим информацию сервиса охрефс который позволяет анализировать внешние ссылки и мы увидим общую информацию о сайте и странице с данного сервиса если кликнуть по стрелочке выпадающей то мы увидим общую информацию по динамике роста ссылок по количеству общему ссылок по ссылающихся доменов и также можно увидеть страницы значит но различные элементы страницы и общую информацию по домену это было у нас по странице а это по домену спасибо за внимание с вами был михаил шакин автор блога шакин точка ру